Мотоциклисты Погода прохладная, трасса непыльная и подготовленная. Во всем благодаря специальной технике «Газпромдобыча Ямбург». И вот первыми стартуют квадроциклисты. Наш клуб представляет Александр Знайдюк. С самого старта он вырывается в лидеры и до конца заезда не позволяет себя обогнать. Квадроцикл ему больше по душе, чем мотоцикл. Благодаря его устойчивости. Им он занимается 6 лет. По результатам двух заездов в личном первенстве Александр становится победителем в своем классе и также получает приз за быстрый старт. У нас потому что основной спорт это снегоходные. Соответственно квадроциклы очень похожи со снегоходами. Я все лето готовлюсь на квадроциклы, чтобы поехать сезон на снегоходах и соответственно выигрывать. А на трассе тем временем идет захватывающая борьба в заездах классов 65 и 85 кубических сантиметров. Спортсмены, представляющие стока Ямбург, попеременно оказываются в тройке лидеров. И несмотря на падение приносят нашей команде хорошие очки. Это спортсмены приглашенные и такая практика для Ямбурга частный случай. Наша команда в большинстве своем это профессиональные снегоходчики. Чтобы быть конкурентно способны в мотоциклетном виде спорта, нам пришлось добрать несколько друзей из других клубов. Если достойно представлять полный состав команды, это нужно держать в штате минимум три человека в каждом классе. Для этого нужны и мотоциклы, для этого нужен и тренировочный процесс, для этого нужен и финансовые вложения. А то, что мы, как я уже повторюсь, берем в помощь, это чисто на дружеских условиях и на каких-то незначительных гонках. Третий заезд чемпионата получился самым массовым. Организаторы решили объединить спортсменов трех классов. В заезде сейчас принимают участие 24 гонщика. Время прохождения трассы 15 минут. Из ТК Ямбург в этот день представляют Дмитрий Скляров и Никита Сыроежкин, спортсмен из города Мегион. Между ними и гонщиком из Ноябрьска завязывается основная борьба за лидерство. Мы знаем друг друга вообще с детства, прям, вот как только ездить начали на мотоциклах, вот и он тоже, только он чуть немного постарше. Ну и, соответственно, мы приезжаем, конечно, мы рады друг друга видеть, прям, ну а на трассе, как бы, ну у нас борьба, ну, ну, понятно, что это твой друг, как бы, ну, все равно обогнать же хочется, ну и там бывают очень жесткие стычки. Без стычек не обошлось. За время двух заездов были и падения, и неожиданные обгоны. В итоге команда Ямбурга завершила чемпионат с хорошими результатами. Мы заняли второе командное место и второе личное первенство завоевал Дмитрий Скляров. По очкам наш клуб уступил команде из Ноябрьска. А это уже второй день встречи и более значимое для мотоциклистов мероприятие – Кубок России по мотокроссу. В командном зачете представлено всего четыре клуба – Новоуренгойский, СТК Ямбург, СТК Факел, а также клубы из города Мегиона и Ноябрьска. Последние представляют полный состав команд – до 12 человек. От СТК Ямбург на главном заезде выступают трое – Максим Молчанов, а также отец и сын Евгений Дмитрий Скляровы. За два дня трассу изрядно разбило. Появилось много незаметных кочек и рыхлистых поворотов. Поэтому заезды второго дня оказались богаты на частые и даже серьезные падения. Так как у спортсменов СТК Ямбург до этого было немного времени на тренировку, во время гонки они выбрали аккуратную тактику движения. Заезды длинные – 30 минут. В принципе, этого еще не делал в этом сезоне. Ну, именно так долго не ездил по заезду. И мне было нужно распределить свои силы, чтобы мне хватило на весь заезд. Я мог хотя бы как-то ехать, ну, хотя бы средний терм держать. Ну, и по возможности попытаться кого-то обогнать. Наши спортсмены не гнались за лидерами. Сохраняли четвертую и пятую позиции. Ближе к финишу выложились по полной. К тому же немало спортсменов-лидеров уходили с дистанции по техническим причинам или из-за падения. Таким образом и Кубок России прошел для СТК Ямбург удачно. Второе – командное место. И в личном зачете на втором месте Дмитрий Скляров. СТК Ямбург, Максим Болчанов, Дмитрий Скляров, Евгений Скляров. Успех разделили Юлия Надрага, Алексей Переведенцев, Новый Уренгой.